Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой на Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас И знаете, я очень рада, что последняя фраза нашей заставки Ходите на концерты классической музыки Она уже начинает существовать у нас в Риге Потому что Андрей Осокин начал свой фестиваль Мини-фестиваль на Абреве 152 Инна Давыдова начала концерты В камерном зале Артисима То есть постепенно-постепенно Все как будто из глубокого сна просыпаются Но, тем не менее, у нас будут продолжаться наши встречи С замечательными музыкантами, известными музыкантами российскими Которые мы устраиваем по скайпу И сегодня у нас как раз в гостях Очень интересный собеседник На ее страничке написано Пианист-сказочник При этом не пианистка-сказочница А именно пианист-сказочник Юлия Казанцева И Юлия пианистка, лауреат международных конкурсов Кандидат искусствоведения Сейчас читает лекции в Московской филармонии И по приглашению разных музеев Но именно сейчас в России, конечно, самый жесткий период карантина И лекции проходят уже только на сайте Юлии И именно в онлайн-жизни, как и наши встречи Здравствуйте, Юлия Добрый день Очень рада вас видеть С большим интересом читала истории о композиторах на вашем сайте Очень много публикаций, которые доступны каждому слушателю Можно зайти на сайт «Юлия Тудэй» Или просто в Фейсбуке набрать «Юлия Казанцева» И найти огромное количество самых разных историй Истории одного убийства, истории рождения, истории одной катастрофы И это все о композиторах И даже удивительно перед собой видеть молодую девушку С прекрасной улыбкой, такой жизнерадостной И когда вы все это успеваете написать столько историй В то же время еще будучи пианисткой Елена, спасибо большое за такие теплые слова Вот последние несколько месяцев жизни В жесткой самоизоляции И вообще, когда все поменялось Вы знаете, я очень сильно ощутила на себе Вот именно целительную силу музыки Как бы это пафосно ни звучало Но вы знаете, ведь мы все через это прошли страх, стресс Вот эта новая жизнь, новая ситуация В которой нужно как-то приспосабливаться И вот когда я начала вести онлайн-вебинары Я, можно сказать, забыла о всех страхах Потому что столько музыки Она столько дает силы Что я вообще забыла и новости смотреть И забыла, что сейчас нужно бояться И сидеть дома Но целительная силу музыки Это, казалось бы, ну Это не миф Вот не знаю, Елена, вы согласитесь со мной Но это не миф Я вот чувствую, как она дает мне силы Как я послушаю Генделя Я хочу совершать подвиги Я хочу писать Я хочу радоваться жизни После того, как я послушаю Гайдена А если мне кажется, что как-то замутнилось Мировосприятие еще такое серое тусклое То я пойду и послушаю Шуберта И опять хочется жить Юлия, расскажите Где вы родились? Кто ваши родители? Мои родители Не профессиональные музыканты Но они большие любители музыки И с детства я слышала Как они играют в четыре руки С детства у нас Часто звучала музыка Баха Ну, Шуберта Всех самых главных классиков И вот я под нее росла-росла И где-то лет в тринадцать Решила, что я буду этим заниматься Уже серьезно Определилась, куда пойду И вот была таким традиционным Амбициозным пианистом Знаете, конкурсы, фестивали Конкурсы, конкурсы Еще раз конкурсы Потом я почему-то увлеклась Арнольдом Шондерогом А музыка его, она специфическая Она очень сложная И мне было всегда очень обидно Почему она никому не нравится И вот я тогда решила Что надо это дело как-то исправлять И попробовала рассказывать о Шонберге Перед тем, как я сыграю То есть, действительно, хотелось пояснить Почему такая музыка странная А сколько вам лет было? Ну, мне было уже, наверное, двадцать два А, то есть вы уже Еще консерваторию не окончили Но уже учились Скажите, в какой момент началось Ваше увлечение музыковедением Потому что пианисты Это как раз Это, конечно, не скрипачи В московской консерватории Которые вообще редко заходят В библиотеку Но и пианисты тоже Все-таки Это концертмейстерский класс Это большая нагрузка И, конечно, больше творчества А читать книги Очень мало кто любил Когда у вас проявилась Вот эта любовь К истории музыки К письмам К дневникам? Для этого действительно Нужно время Вы абсолютно правы И когда стал подходить возраст Знаете, когда уже конкурсы Все меньше и меньше конкурсов Потому что есть у нас Какой-то именно возрастной Такой центр Тридцать пять лет Ну, уже не так много конкурсов И вот где-то за пару лет До этого, что я поняла Что время-то мое Оно заканчивается И... А жизнь дальше Она продолжается И что делать Даже если, да, у меня там Есть какие-то премии Но это ничего не гарантирует В нашей жизни И совпало это с тем Что я начала рассказывать Вот благодаря Шонбергу Я ему очень благодарна Я поняла, что Все только начинается И вот эта Такая работа Даже исследовательская Какие-то Археологические Такой азарт у меня появился Что перед тем Как я что-то сыграю Я обязательно хочу Об этом рассказать Вы перед каждым произведением Рассказываете? Да, да Потому что это настолько Вот сразу же чувствуется Разница Вот температура в зале Повышается В хорошем смысле Повышается Музыка Она ведь должна Эмоционально задеть В первую очередь А человек приходит в зал У него свои проблемы У него свои мысли Даже если он отключит Мобильный телефон Все равно Это естественно Мы в каждом своем мире Находимся И вот как-то Своего мира Его вытолкнуть Это нужно Именно эмоциональные усилия Иногда музыка так действует Что ничего Рассказывать не нужно Но почему бы Не рассказать Если можно Ну вот вы рассказываете Что Шонберг Как раз стал Таким толчком Расскажите нашим слушателям Эту вашу Историю удивительную Про Как раз Одна История одной Катастрофы Да То есть она Нашим слушателям Будет очень интересно Потому что Шонберга исполняют Не часто И действительно Можно сказать Вас популяризатором Этой музыки Расскажите Она кратенькая Эта история Мне кажется Будет интересно Да История жуткая История жуткая Шонберг был Композитором Который писал Красивую музыку У него была жена Дети Все у него было хорошо А потом Случилась катастрофа Потому что Жена Влюбилась В его друга Друг Шонберга Был художником И Шонберг Брал у него Уроки живописи А потом и жена Стала брать уроки живописи И так хорошо Эти уроки шли Что она К этому художнику ушла Оставила И Шонберга И детей И маленьких Естественно Он погрузился В депрессию Он хотел покончить С собой В итоге Жена Одумалась Вернулась К мужу Детям А покончил С собой Тот художник Зарезался Потом он повесился И картины Свою Уничтожил То есть Это была Страшная история И вот Представьте В каком Эмоциональном состоянии Находился Сам Шонберг А представив Вы уже поймете А почему это Он вдруг написал Атональный цикл Опас 11 Трепеса Девшопиана Где Нету Вот ничего Ни мажора Ни минора Ни мелодий Красивых Ни гармоний Непривычных А полное Вот ощущение Какой-то безысходности И отчаяния И такого-то мрака Он имел на это право Вот Его такое Трагические переживания Они его подтолкнули На это И очень часто Именно трагические переживания Какие-то сильные переживания Они Плакают композитора На создание Да И великих произведений Тоже Ну в принципе Даже и говорят Что Советское время Когда существовала Цензура Когда не было Свободы слова Создавалось Очень много Выдающихся произведений И не только В музыке Но и в кинематографе То есть Это вот Какое-то ограничение И Когда человек Себя не чувствует В полной мере Свободным То есть Он сразу Точно так же Свобода Она же разная То есть Это не только Ограничение Но и так Получается Шонберг То есть Он попал В совершенно Нереальную ситуацию Для него Тяжелую Юля Ну вот получается Вы поручились В Московской Консерватории Потом Окончили еще Аспирантуру Все-таки Себя больше мыслили Именно как Пианисткой В какой момент Вы засели за книги Мне как музыковид Это очень интересно У меня был Однажды Очень интересный Композитор Кузьма Бодров И он сказал Что на втором Курсе Консерватории Он Пришел Понял Что жизнь Уходит Как сквозь пальцы Время И Если Он сейчас Пока учится В консерватории Не засядет В читальном зале За литературу Если он не начнет Все это изучать Именно Вот в этот Период Который он учится То время потом уйдет У него этого времени Не будет У меня Такого Глубокого мышления Не было В пору Обучения Консерватории Я как и многие Другие Порхала И вот Когда У вас Пришло Это знание Потому что Почитав ваши лекции И вот этот Объем Не только один Какой-то Композитор Но это Действительно Масштаб Это четыре столетия От ренессанса До двадцать первого века Когда вы Настолько увлеклись И погрузились В В музыковедение На самом деле Когда у меня Родился сын Жизнь Как вы понимаете Тоже поменялась И главное Я не могла Просто физически Я не могла Проводить столько времени За инструментом И заниматься То есть Вот все Теперь все по-другому И вместо того Чтобы сидеть за роялем Я гуляла в парке С колясочкой Часа по четыре А то и по пять часов в день А ребенок спит Что я делаю Я беру с собой И читаю 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 А потом Я стала Гуляя Рассказывать Музыкальные истории Пням Прохожим То есть просто Говорить Говорить И говорить И вот Это было где-то полгода Когда ребенок совсем маленький И вот мы с ним много гуляли А он много спал Потому что он мог спать Только когда мы гуляем И вот за эти полгода Такого интенсивнейшего говорения Я понимаю Что в нормальном режиме В нормальной жизни Это было бы наверное невозможно Но вот представьте Когда пять часов в день Ты говоришь Вот наработался какой-то опыт Именно разговорный опыт Там музыки Сложились какие-то сюжеты В голове И потом я стала уже Вот Или записывать Или пробовать Вот создавая такой жанр Именно концертов Лекций Где иногда просто Из-за того, что я не могла Достаточно позаниматься Я не могу Целую программу выучить Поэтому я беру более скромно Маленькую программу Зато больше рассказов А потом я поняла Что только так Теперь я и буду делать Потому что Результат совершенно другой Результат восприятия То есть теперь Если мне даже Пригласят играть Полный концерт Но если без разговоров То я откажусь Вот я теперь только так могу Но на самом деле Это же очень сложно Потому что Когда ты играешь У тебя По моим ощущениям Когда я тоже рассказываю Перед концертами Я предпочитала всегда раньше Только рассказать В начале А потом играть программу Потому что На мой взгляд Задействованы Разные полушария Да А это же Очень сложно Ты отыграл произведение Ты еще весь в музыке И ты встаешь И тебе нужно Что-то говорить А тем более Елена Я вот и с вами Согласна, не согласна Опытным путем Я вот установила Что действительно Когда мы играем Мы немного В другом состоянии находимся И вот именно Это состояние Немножко Опьянение Оно и дает Свободу В разговоре Потому что Я не так Анализирую Я не так боюсь Что я что-то не то скажу Я вот знаете Закончил Не знаю Китарица Шуберта Ты на таком Каком-то пике Находишься Что ты просто А Шуберта А Шуберта Так говоришь Как будто Это твой Любимый человек Потому что Благодаря Шуберту Ты сейчас сам Пережил такие эмоции Просто готовясь И вот Не пережив это Не прожив это Только что Эмоционально Будет наполнена Другая твоего рассказа То есть да Я расскажу Те же самые факты Все то же самое Но будет именно Другая эмоциональная Вовлеченность Рассказчика А значит И услушателя Расскажите нам Какую-нибудь историю Историю Я знаете Я долго переживала По поводу того Что у меня нет Любимого композитора Действительно думаю Я дожила до таких лет А нет любимого композитора Теперь я переживаю По поводу того Что у меня нет Любимой истории А потом Я стала утешать себя тем Что для меня Главное это разнообразие Вот именно Именно это меня привлекает Почему у меня Такие аппетиты Знаете Неумеренные Что да И музыковозрождение Мне нужно И 20 век Мне нужен И классики Все это мне нужно Потому что В любой момент Мне чего-то хочется И я уже знаю Полное меню Я знаю Что пожалуй Сейчас мне нужно Что-то послушать Средневековое Такое Бертранд Борн А сейчас Мне любим Хочется И я буду Грубо говоря Слушать Шумана Или Шопена И вот это Многообразие И многообразие Историй Елена Честное слово Последние три года У меня такое ощущение Постоянного Предвкушения Счастья И предвкушения Такого-то Удовольствия Потому что Да, я в общих Чертах ориентируюсь Музыки Но Куда ни копни Какие-то Алмазные копии Открываются Вот, например Недавняя Совершенная Программа У меня была Женщина-композитор Ну, я как все Конечно Клара Шуман Там Фанни Мендельсон Шимановская Уствольская Губайдулина А потом Я смотрю Там сотни имён Там такие истории Что снимать сериалы Нужно Марчелло Знаменитый концерт Марчелло Два брата Бенедеде И Александра Марчелло И знаменитая Адаажа Вот это Концерты Марчелло У Бенедеде Была возлюбленная Её звали Розанна Скальфи Она была Простой певицей Венецианкой Но не Из знатной семьи А братья Марчелло Это самый верх Это Государственные Лужи То есть Это самая аристократия И вот Александра Прошу прощения Бенедеде Марчелло Женится тайно Они тайно Венециальцы на этой простой девушке, всё прекрасно, она пишет музыку, он пишет музыку, а потом он вверх. В расцвете лет брат родной выгнал Розанну, потому что она не ровня, она никто, и она через буквально пару лет скончалась в полной нищете. И после этого, во-первых, как слушать музыку этого брата, который так поступил, а во-вторых, слушая, осталось всего ничего, несколько кантат у Розанны с Кальфи. Вот эти люди, они оживают. И причём, знаете, композиторы, они оживают во всей полноте своей. И какие-то неприглядные стороны, и другие стороны. Но главное, что они становятся живыми людьми. И это не принижение музыки, как иногда, ведь меня интересуют за то, что я понижаю, знаете, пафос. Я о великих композиторах говорю не то, что правду, а просто говорю... Какие они были. На письма, например, на факты. Ну да, так было, например. Ну изменял он своей жене. Что тут теперь? Ну как пример. Но я тут вижу смысл в другом. Великие композиторы, они и такие же люди. Это них не принижает, а наоборот. Наоборот, в этом чудо музыки. Потому что если представить, что мы в идеальных условиях, в раю находимся, и там мы можем писать музыку, как Моцарт, или как Бах, или как Шуберт, потому что мы в раю. А вот попробуйте писать такую музыку, когда вы как Шуберт, и у вас нет денег на ужин, или вы Бах, у вас 20 детей. Сколько проблем, когда у вас 20 детей? Когда у меня один ребёнок появился, я осознала величие Баха. И теперь Бах для меня это... Он и раньше был недосягаем, но теперь Бах — это для меня сверхчеловек. Вот живя в проблемах, денег вечно нет. Дети болеют, потом они выросли, и у них другие проблемы начинаются. И он пишет свои страсти. Он пишет хорошо темперированный клавиат. Вот как жить надо. То есть не сетовать на свои проблемы, а принимать их. Да, мы такие люди у нас, и грешные, и беспутные, и какие угодно, но мы способны создавать такую музыку, что и после нашей смерти сколько веков, и она звучит, звучит, и помогает, помогает жить. А есть какая-то история про композиторов? Например, у вас было впечатление одно о композиторе, а потом вы узнали какой-то его факт, и у вас, ну, так же, как и о человеке, немножко разочарование. Разочарование? Ну, как вот он мог? Нет, пожалуй, разочарования вот такого не было. Очарования было множество. Много случаев, когда что-то мне казалось скучным, а потом, прочитав, я поняла, что это совсем не скучно. Например, Брамс «Четыре строгих напева». Это не самое популярное его произведение, и я вот как-то его слушала, и даже, я помню, я его не дослушала. Нужно было на истории музыки там что-то прослушать, написать, и я так, краем уха, что-то такое, и, ну, вот, ну, скучно мне было. А потом я прочитала, что это не просто так. Брамс написал это, прощаясь со своей любимой женщиной, с Кларой Шуман. Они ведь формально не были вместе, но всё равно 40 лет своей жизни они приняли вместе. Он хоронил её детей, она исполняла его музыку, то есть они делили ей горести и радости. 40 лет вместе. И вот ей 76. С ней случился апоплексический удар, и Брамс понимает, что идёт счёт на дни, а может быть, недели, но она уходит. И вот он тогда пишет «Четыре строгих напев» на тексты «Экклезиаста». И послание святого Павла. Уже зная это, я не выключу. А когда я узнала, что это предпоследнее его произведение, что Брамс после этого, после того, как он похоронил Клару, он прожил меньше года, вы знаете, я её слушала и поплакала в конце. Вот сила информации. Да, но действительно, когда знаешь, о чём произведение, в каком создано, то совершенно другая глубина открывается. И для слушателей это невероятно важно. Поэтому ваши лекции, концерты, они, наверное, очень актуальны в наше время, во время, когда информации, с одной стороны, уйма, её так много, но найти именно зерно и нужную информацию, не просидеть. Вы рассказали, когда гуляли со своим ребёнком, четыре часа, но четыре часа можно было смотреть сериалы, четыре часа можно было просто слушать какую-то популярную музыку, а не читать музыковедческую литературу. Меня в ваших историях очень поразила ещё история про Петра Ильича Чайковского и его любви к певице Полине Дезеро. То есть и очень много, то есть хотя я и в консерватории обучалась как музыковед, и мне всегда очень интересно именно вот эта жизненность историй, то, что они интересны каждому. И вот ещё очень интересно то, что вы стали делать лекции, помимо таких исторических фактов, интересных композиторах, ещё выводите в жанр музыки лекции о фуге, лекции о сонате, лекции о сюите и знакомитесь с совершенно незнакомыми словами самых неискушённых слушателей. Как вы к этому пришли? То есть это уже фактически анализ музыкальных форм. То есть там у детей спрашивают, что такое сонатино? Сонатино – это большая соната. Сонатино. И действительно для многих что такое фуга, прелюдии фуга, просто воспринимают как да, есть прелюдия фуга, а что такое фуга? Как вы пришли к этому жанру своих выступлений? Вы знаете, вот этим я горжусь. Я часто критически отношусь к себе, но вот эта идея, которая воплощается сейчас в жизнь, мне это очень нравится идея. Смысл в том, что музыку можно слушать вообще не имея никаких знаний. Не знать ни что такое фуга, ни что такое соната, а если знать, то не разбираться в этом, потому что это в первую очередь эмоциональное воздействие. Но если вы всё-таки знаете, как строится соната, как строится фуга, то вот к этому эмоциональному воздействию и удовольствию добавится ещё и интеллектуальное наслаждение. А зачем нам самих себя лишать? Лишнего наслаждения решила я, и поэтому устроила этот цикл. Причём в начале, в течение сезона я его проводила именно как живые лекции и концерты, где я играла все эти сонаты, фуги, фантазии, сюиты. А вот сейчас я попробовала сделать это онлайн, где возможности настолько безграничны. Я же теперь могу ставить и симфонии, потому что так-то я играю, но что я могу показать? Довольно узкий спектр. А тут открываются вот эти горизонты, где я могу показать и оркестровые сюиты, и органные фантазии. И мы смотрим на историю всей музыки, начиная от эпохи Возрождения до наших дней, глазами одного жанра. То есть как рождалась фуга, как она жила, какие у неё были взлёты, падения, кульминации, периоды забвения, что с ней происходит сейчас. И вот так я беру каждый жанр, и вот мы вот так смотрим, как он жил, поживал, что с ним случалось. Да, действительно, очень интересно. У меня у самой была тоже мысль делать подобное, но у меня, конечно, не хватило времени, поэтому очень радостно, что вы находите время, находите силы, вот так популяризировать музыку. Вы расскажите нам ещё какую-нибудь историю про какого-нибудь композитора для наших. Вы же... И вот потом будет мой ещё вопрос, почему вот этот вот гендерный, то есть всё-таки пианист, пианистка уже принята, да, то есть органист, органистка. Почему вы про себя говорите именно пианист, пианист-сказочник, не пианистка-сказочница? Это, наверное, даже неосознанно. Я не чувствую, что вот я женщина-пианистка, я играю как-то по-другому. И когда я была вот активным пианистом, то я, наоборот, всегда старалась, может быть, тоже неосознанно, но брать какие-то произведения такие, поджеский Талит Шуберт или Сонату Листа Симинор, что-то такое вот большое, чтобы не сказали, что это женская игра, это бирюльки, это только ноктюр на Шопена. Наверное, в каждой женщине-пианистке есть такое, где-то сознательно или не очень осознанно, что вот, а я всё могу, что я не только ноктюр на Шопена могу играть. А почему пианист-сказочник? Я даже не думала об этом, сама как-то так написалась, и вот я себя так теперь чувствую. Пианист-сказочник. И напоследок какую сказку вам рассказать? Ну почему ещё не напоследок? У нас с вами ещё есть время. Расскажите нам. Мне кажется, даже не одну сказку говорим ещё. Когда я время от времени провожу такой внутренний смотр, всё пытаюсь найти, а кто же у меня самый любимый? Вот не то, что любимый, но особенный композитор. Это, во-первых, Бах, а во-вторых, Шуберт. И Шуберт, потому что, говоря о любом композиторе, я как-то как адвокат, я становлюсь на его сторону. То есть проживаю вместе с ним, его жизнь. Но, как говоря о Шуберте, каждый раз, вот сколько раз я уже о нём говорила, икона в горле, и о нём невозможно спокойно говорить. Может быть, потому что... Я сейчас понимаю, я старше Шуберта. Боже мой, мне сколько? 35, а ему 31 было. 31 год. И это не то, что давит, это заставляет как-то по-другому о нём говорить. То, что Шуберт за свою короткую жизнь нарушил, опроверг все законы психологии. Я сейчас о чём говорю? Вот мы все знаем, для того, чтобы жить здоровой, счастливой, полноценной жизнью, нужно выполнять какие-то элементарные правила. То есть заботиться о себе, отдыхать вовремя, путешествовать, набираться впечатлений. Хорошо бы, чтобы у нас была в жизни любовь, семейная жизнь. То есть у Шуберта ничего этого не было. Вот чего не хватит, ничего не было. Любви у него не было. дома своего, то есть личного пространства, как говорят психологи, необходимого, у него не было. Он постоянно снимал где-то углы, да и то это была комната пополам с кем-то. У инструмента собственного у него не было. У композитора не было собственного инструмента. У него первое фортепиано появилось в последний год его жизни, когда он сыграл первый сольный концерт и получил гонорар, купил наконец свой инструмент. Он вообще из Вены никуда не уезжал. То есть путешествие — это тоже не про Шуберта. Где он брал впечатление, вопрос. Где он брал вот эти впечатления, где он брал силы для того, чтобы писать. И писать так, что мы можем хоть жизнь свою посвятить, изучая его музыку. Что мы, когда чувствуем, что нам плохо, мы можем лечиться его музыкой, потому что это неиссякаемый источник какой-то свежести, свежести восприятия. Мы можем и плакать под его музыку, мы можем и радоваться. То есть если у нас мало своих каких-то эмоций, очень часто мы в таком эмоциональном голоде находимся. Работа, дом, работа, проблемы. И вот возникает этот эмоциональный голод. Идём слушать музыку Шуберта. А у него самого в жизни ничего не происходило. О нём рассказывать нечего. То есть если посмотреть, это один абзац. Жил в Вене, умер в Вене. Ну как был сельским учителем, потом решил всё-таки... Сельским учителем пару лет, да. Препродавал, да. И, конечно, хотел всю жизнь заниматься музыкой, играть. Ни одну свою симфонию не услышал. Ни одну свою сонату фортепианную не услышал. Всё потому, что он был плохим пианистом. У него же не было, собственно, фортепианом тренироваться не мог. Он, когда приходил в гости, он сразу садился за инструмент, и там весь вечер сидел, играл свои бесконечные танцы, песни. То есть единственное, что исполнялось при жизни Шуберта, это его песни. Причём если он был чуть-чуть более практичным человеком, он бы прекрасно жил. издатели скупали за оптом, знаете. Он приносил издательству десяток песен, их печатали, очень хорошо продавали, песни пользовались спросом, а Шуберту платили гроши за это. И пошло впечатление, что у Шуберта отсутствовала, знаешь, вот эта… Пришла идея, нужно её обдумать, потом её нужно записать. Он её сразу записывал. То есть у него нет маяков в принципе. У него была единственная проблема, что бумаги нету. Потому что, опять-таки, не на что её купить, и друзья, как правило, ему приносили бумагу. И вот друзья описывают, что они приходят утром, Шуберт лежит на кровати, заваленный нотной бумагой, стола нету, у него тоже всё, пол, полки завалено из писанной нотной бумагой. Он лежит в очках, спит. Потому что он проснётся, он сразу опять начнёт записывать дальше. И это всё в таком хаосе находилось. Ещё учитывая то, что он постоянно переезжал с места на место. И вот эти кипы бумаг, они хранились в сундуках, на чердаках у его друзей. И в истории Монске столько чудес. Думаешь, ну они же могли потеряться. Могли же выкинуть эти никому не нужные сундуки. Друзья, хорошие люди, но они же не понимали, насколько гениальна симфония Шуберта, которую никто исполнять не хочет. А тем не менее, они дождались своего часа. Дождались того часа, когда Шуман пришёл, он начал рыться в этих сундуках, и зазвучала музыка Шуберта. Много чудесного в мире музыки. Это правда. Действительно, классическая музыка – это кладезь. И, конечно, с одной стороны, карантин сейчас остановил время, когда у нас музыка, действительно, мы вживую перестали слышать. Не было возможности пойти на концерт. И это было время осмысления, как у простых людей, которые, в принципе, как бы работу не потеряли. А вот музыканты, наверное, некоторые почувствовали себя наподобие, ну, конечно, не Шуберта, но нет работы, нет перспективы. И самое главное, нет понимания, когда это всё закончится. Это будет неделя, это будет месяц, это будет полгода. И вот этот вот страх многих музыкантов сейчас, конечно, обуял. Но в то же время, когда всё возвращается, и ты думаешь, а вот если бы тебе сказали два месяца назад, как бы ты воспринял эту ситуацию, как бы ты провёл эти два месяца. Потому что действительно, кто-то, вот как вы, начинает читать ещё больше, больше, познавая, познавая, кто-то, как Обломов, ложится, лежит, лежит, лежит. И это действительно период. Но в то же время классическая музыка, она вечная, и как показывает практика, даже вот как с Францем Шубертом, что его популярность и его вечность всё-таки настигла. Несмотря на то, что композитор умер в 31 год, и когда он даже показывал свои произведения, камерно-инструментальную музыку своим друзьям, то, конечно, они говорили, дорогой Франц, спеши лучше романсы, пиши песни. То есть даже друзья ему отказывали в этом. И в принципе, многие композиторы, которые жили, им не нужно было это тщеславие, им не нужна была эта слава. Взять Сезара Франка, про которого мило говорили папаша Франк, и который умер фактически из-за того, что его сбил Кэп, то есть это, когда он спешил на урок к ученику. Вставал в 4 утра для того, чтобы писать сочинения. С 4 до 6 писал, к 7 шел к ученикам, и так каждый день. И к нему слава пришла, то есть все-таки, если так сравнить, тоже в конце жизни, но в конце жизни какой? Уже когда ему было за 60 лет. И действительно, взять Баха, но в то же время эти все истории, они настолько окрыляют, мне кажется, каждому человеку это прочитать, даже вот, ну я не знаю, вот, наверное, биографию сложно прочитать целую, даже такие биографии, которые написаны популярным языком, это старая коллекция ЖЗЛ, жизнь замечательных людей все равно, это там 300 страниц, может быть, никто не найдет время. А вот на сайте как раз у Юлии, Юлия Тудей, да, у вас сайт называется? Юлия Точка Тудей. Юлия Точка Тудей, Юлия Казанцева можно набрать в интернете, и эти все замечательные истории можно почитать в очень коротком экскурсе, таком сжатом. И самое главное, есть эти вот лекции, которые можно приобрести, весьма недорого, и единственное, я не знаю, вот как из Латвии, можно ли оплатить ваши лекции от вас? Конечно, можно, а потом очень много бесплатно выложено в Ютьюбе, там действительно уже много набралось. Я, знаете, ещё хочу, что сказать, композиторы очень часто они действительно не думали о земном в каком-то смысле, но были и другие случаи, например, как Гентель или Прокофьев, которые удачно очень умели совместить. Они писали и для вечности, но был и успех здесь и сейчас, потому что действительно создаётся такой стереотип, что если успех здесь и сейчас, то это не для вечности. И вот мой любимый пример, когда Альбен Берг написал в Оцико грандиознейшую великую оперу 20 века, и она сразу пошла с успехом. Он в ночь премьеры прорыдал, потому что такой успех это что значит? Значит, плохая музыка. Ну, то есть музыка на потребу дня, да? А он-то хотел великое произведение написать, а оказалось, что Берг не прав. Он таки написал великое произведение, которое было ещё и актуально. И у композиторов, я убеждена, можно очень многому чему поучиться, потому что, согласитесь, мы не все хотим писать для вечности, а сами голодать, как Шуберн. Это не для всех подходит. Есть иные варианты. И тоже можно поучиться у того же Генделя, у того же Прокофьева. Но есть везунчики. Тот же Феликс Миндельсон, Бартольди, да? То есть это дворянского происхождения. Елена, мне кажется, не только везунчики, это характер. Характер, который есть. Судьба. Вот Гендель, это же характер кремень с детства против воли родителей. Они не хотели, чтобы он стал музыкантом, чтобы был юристом или врачом. Против самого места рождения, потому что он родился в Саксонии, где не было оперных театров, он хотел стать оперным композитором. Но ничего, он переехал в Италию, завоевал Венецию. Все к нему очень сначала неласково его там встретили. Потом начал строить карьеру. То есть или как Прокофьев, который тоже сознательно строил свою судьбу. И этому можно учиться. Вот этой жизненной силе, когда у Генделя после инсульта отнялась рука. Врачи сказали, что всё, вы не восстановитесь. В то время, вот уровень той медицины, на зло всем он встал, написал одну за другой три оперы и прекрасно дальше и дирижировал, и играл, и сочинял. А слеп потом. Это его тоже не остановило. Он также выступал, сочинял и выступал до последних практически дней своей жизни. Расскажите вашу историю, которую я читала про историю одной дуэли, про Матезона и Генделя. Раз мы про Генделя с вами говорим. Знаете, мне кажется, такой стереотип есть, что композиторы, вот может быть, это с детства портреты в музыкальных школах, они все такие солидные, бородатые, мужи, великие композиторы. Они были молодыми, очень часто, вы знаете, они были молодыми и может быть, даже глупыми, горячими. И Генделя, вот этот его знаменитый портрет, тогда он такой же надутый, солидный, великий композитор. А он был горячим юношей и вот ему было 20 лет. Он только начинал, он приехал в Гамбург и поставил свою первую оперу и там же в Гамбурге ставил свои первые оперы «Матезон». Они были друзьями и в то время композитор, он, как правило, был дирижером и еще иногда исполнял вокальные партии. Вот «Матезон» как раз исполнял вокальные партии, то есть он бегал туда-сюда, исполнит арию, вернется в оркестр, сядет за клавесин и дирижирует и играет на клавесине. И поэтому он попросил своего друга Генделя подменить его, пока он поет. Чтобы поиграть континуа, да? Я помню, чью партию, в общем, его убили, его герои убили и он возвращается спокойно к клавесину, чтобы сесть за него и продолжить руководить оркестром, а Генделя его не пускает. Что такое? Я хочу дальше играть. Ему «Матезон» залепил, но это вызов на дуэль, конечно. После оперы сразу же друзья отправляются на рыночную площадь, достают шпаги и начинают драться. Причем Генделя не умеет драться. «Матезон» прекрасно умеет, его прямо в сердце этой шпагой. И шпага застряла. Тут расходится мнение то ли в пуговицу, то ли в нотной тетради. В общем, она застряла. Тут друзья опомнились, обнялись, расплакались. И я это почему так уверенно рассказываю, потому что, может, это свидетельствует. Все зафиксировано, и «Матезон» вообще первый биограф Генделя. Так что это не анекдот, это факт. И они остались друзьями на всю жизнь. И Генделя часто использовал мелодии «Матезона» в своих операх, а вот тот написал биографию Генделя. Страх для того, что композиторы, молодые люди, и они, да, совершали глупости. Да, и «Матезон» написал оперу «Борис Годунов», которую, кстати, поставили в 2005 году. коллектив российский. Это барочная капелла, «Золотой век», замечательные музыканты, исполнители. Потом они также ставили эту оперу уже в Санкт-Петербурге. А Иоганн Матезон еще известен тем, что он сказал, что якобы никто не может написать фугу, тройную фугу с каким-то удержанным контрапунктом. Хотя в те времена существовал, конечно, Иоганн Себастьян Бах. Он сказал, как это не может? И он тут же создал гениальное произведение. Это прелюдия фуга ми бемоль мажор. Грандиознейшее. Самое большое сочинение Иоганна Себастьяна Баха для органа длится почти 20 минут. И фуга как раз именно такая тройная, про которую Матезон в своем справочнике написал, что такого еще не существует, и никто не способен это создать. То есть такие вот у них существовали действительно дуэли не только внешние, когда они действительно могли поддраться на шпагах. И, кстати, на шпагах также дрался и Иоганн Себастьян Бах, когда кто-то его... Иоганн Себастьян Баха. Да, когда он своего фаготиста обозвал свинячим фаготистом. Да, и потом у них также была дуэль на шпагах, и поэтому потом уже, конечно, Евгений Онегин, Пушкин, Ленский, это все, когда стали... А шпаги раньше были во времена Иоганна Себастьяна Баха и Генделя очень вообще принятыми. Юля, вот я читаю ваши истории и про барокко, и про романтизм, и про 20 век, и про Веберна, про Шонберга. А что вот с вашими современниками? Как вы... Любите ли вы писать? Как вы относитесь к музыку своих коллег? Можно сказать, даже однокурсников. очень много стало нашего поколения известных композиторов. Вот есть ли желание что-то у них узнать и тоже про них написать историю? Вот про ныне здравствующих композиторов безусловно есть желание и узнать, но другое дело, что от какой-то ощущения беспомощности столько всего. Да, сейчас много доступно, но вот в этом море современной музыки немного теряешься. Я могу сказать, что я горячий поклонник ныне здравствующего композитора Ивана Глебовича Соколова. И я, например, играю его грандиозный цикл «33 евангельских картины». Это пример того, что настоящая классическая музыка ныне здравствует, она продолжается, потому что есть разные направления. Это пример того, как интересно бывает современная музыка, то есть там и аллюзии на самые разные стили, и на баха, и на мессиана, на кого угодно, то есть её очень интересно играть и разгадывать. Но я всё-таки не специалист в самой современной музыке, я тут скорее как все. Мне интересно, я вот ощупью тут послушаю, там послушаю, что-то понравится, что-то не понравится. Но я стараюсь двигаться в этом направлении. Иоганн Метезон стал первым биографом Гендаля. Это же друзья. А вот вы не хотели бы стать биографом какого-нибудь композитора? Это мысль. Я об этом, кстати, не думала, но да, Ирина, вы правы. Потому что действительно, вы прекрасно пишете. Вы не только интересно рассказываете, вы прекрасно пишете. Это на самом деле два абсолютно разных жанра. И в консерватории, когда мы учились, у нас лекции нам читали. И вот удивительно, кто-то прекрасно читает лекцию, ты заслушиваешься, начинаешь читать книгу, и ты вот не можешь и предпочитаешь почитать кого-нибудь другого. И абсолютно наоборот, когда прекрасный лектор интересно рассказывает, но читать не так. То есть это все не тождественно. Лектор и написать книгу. А вот ваши истории читать интересно, слушать интересно. Мне кажется, было бы интересно прочитать какую-нибудь биографию, современного композитора на нездравствующего, который еще есть. Многие, конечно, пишут, но он действительно написать так интересный. И, кстати, часто композиторы пытаются скрывать свои истории, которые их как бы очеловечивают. Они пытаются себя сразу переводить ввысь, то есть быть выше всего этого. А интересные истории утаивают. Может быть, и вы найдете своего героя для романа. К сожалению, наше время подошло к концу. Я очень рада, дорогие друзья, что у нас произошла встреча с пианистом-сказочником Юлией Казанцевой. Это музыковед, пианистка, выпускница Московской консерватории, окончила также Академию музыки в Сицилии. И сейчас рассказывает истории и играет концерты в Московской филармонии, в музеях, в концертных залах. И ее лекции можно посмотреть на сайте yulia.today или наберите в Фейсбуке или в интернете Юлия Казанцева. Спасибо, Юлия. До новых встреч. До новых встреч, Елена. Спасибо вам большое. До свидания, дорогие радиослушатели. Академия.